Приветствую на девятом уроке курса Max for Life. Сегодняшняя тема первый медиаэффект. Мы познакомимся с генераторами псевдослучайных чисел, рассмотрим объект ворота, научимся формировать ноты, принимать и отправлять ноты из Ableton Live и рассмотрим наш первый медиаэффект. Прежде чем мы познакомимся с нашим первым медиаэффектом, давайте рассмотрим несколько новых объектов. Генераторы псевдослучайных чисел в языке Max представлены двумя объектами, Random и Drunk. В аргументе объекта Random мы указываем диапазон, в котором будут генерироваться произвольные числа. В нашем случае число 10 указывает на то, что объект Random будет выдавать числа от 0 до 9. Чтобы заставить объект Random выполнять свою работу, в него достаточно отправить Bank. Мы также можем передать диапазон работы объекта Random на холодный вход. Объект Random работает схожим образом, но в нем мы можем задать шаг, с которым будут генерироваться все дослучайные числа. В нашем случае диапазон мы передаем на средний вход, он будет равен 10, то есть объект Random будет генерировать числа от 0 до 9, и размер шага равный 2. Для того, чтобы запустить объект Drunk, достаточно также отправить на его горячий вход Bank. Как видим, в отличие от объекта Random, объект Drunk генерирует псевдослучайные числа более плавным образом. Объект Gate, что переводится ворота, в языке Max позволяет маршрутизировать данные. В аргументе объекта Gate мы устанавливаем количество ворот, и вторым аргументом мы можем указать явно, какие ворота будут открыты. В нашем случае через вторые ворота будут выходить поступающие на правый горячий вход данные. Также передавая числа на левый холодный вход, мы можем переключать ворота. Число 0 заблокирует все выходы объекта Gate. Объект Make Note в языке Max позволяет создавать ноты. Так как каждая MIDI-нота представлена двумя сигналами, сигналом о включении и выключении, то прежде всего нам нужно задать длительность этой ноты, к примеру, в 1000 миллисекунд, силу нажатия клавиши и номер ноты. На выходе объект Make Note выдает два значения. Значение включения ноты и значение выключения спустя 1000 миллисекунд. Чтобы не разбирать входящие ноты с помощью объекта MIDI-парс, можно напрямую перехватывать ноты, входящие из Ableton Live с помощью объекта Note In, который возвращает номер канала, силу нажатия клавиши или информацию о ее выключении и непосредственно саму высоту ноты. Точно таким же образом можно передавать ноты обратно в Ableton Live, не прибегая к объекту MIDI-out. Чтобы нагляднее разобрать наш первый MIDI-эффект, давайте поместим окно редактора Max справа, а окно Ableton Live слева. Здесь мы видим некий набор аккордов и нот, которые будут передаваться непосредственно в наш MIDI-эффект. То есть все входящие данные мы сразу же пропускаем на выход, а также перехватываем ноты и производим с ними некоторые операции. Сила нажатия будет отправляться на объект Select, и так как при включении ноты она всегда выше нуля, то у нас будет отправляться сигнал объекта OneBank, который будет отправлять команду Clear в объект Call Notes, для того чтобы стереть все ранее записанные в него данные. Все последующие команды будут блокироваться на первом входе, до того момента, пока к нам не поступит информация о выключении нот, чтобы со следующего включения нот заново стереть список и подготовить его к записи новых данных. Перехваченные ноты мы будем отправлять в объект Gate. Номер ноты на правый вход, силу нажатия на левый. Так как наш код выполняется справа налево, сначала информация о силе нажатия будет говорить объект Gate, открывать или закрывать ворота. То есть если у нас будут сигналы о выключениях нот, объект Gate не будет пропускать. Все сигналы о включениях нот объект Gate будет пропускать на следующий объект Message. В объекте Message с помощью команды Insert и числа 0 с подстановкой передаваемого в него значения мы будем отправлять команду в объект Call Notes, где будут записываться новые ноты на первое место в списке. Сразу же после этого в объект Call Notes будет поступать команда Lens, которая будет выдавать на выход количество записанных элементов в объект Call Notes. И это количество будет устанавливать диапазон работы объекта Random. После, каждый раз, когда на объект Random будет приходиться некий бэнк, он будет вызывать значения в этом диапазоне, которые при поступлении снова в объект Call Notes будут возвращать из него данные, записанные под соответствующими индексами. К этим данным, а это будут номера наших высот нот, будет добавляться число 12 для того, чтобы поднять их высоту на октаву. Параллельно с задержкой в четвертую долю ноты с точкой, квантизированную в восьмые доли ноты, мы будем делать еще одну ноту на квинту выше. Все полученные номера нот мы будем отправлять в объект Trigger. Здесь объект Trigger будет прежде всего выдавать Бэнк в объект Drunk, который в диапазоне от 0 до 64 будет генерировать числа. Отрицательное значение шага в нашем случае будет подавлять дубликаты. Получившемуся числу мы прибавим число 32 и передадим его в объект MakeNote. Также в этот объект поступит информация о номере клавиши. В итоге объект MakeNote с явным объявлением длительности каждой ноты в восьмую долю ноты будет формировать полноценные MIDI-команды о включениях и выключениях нот и отправлять эти команды обратно в Ableton Live. Чтобы услышать, как это все звучит, давайте перейдем в Ableton Live и передадим наши полученные MIDI-сигналы в объект Grand Piano и запишем его в отдельную аудиодорожку. Сначала без применения нашего первого MIDI-эффекта и затем включив метроном, квантизированный в восьмые доли ноты для того, чтобы услышать, как работает наш MIDI-эффект. Субтитры создавал DimaTorzok На этом сегодняшний урок окончен. Мы познакомились с генераторами псевдослучайных чисел, рассмотрели объект ворота, научились формировать ноты и создали свой первый MIDI-эффект.